Вот вы сегодня уезжаете. Сегодня 25 июля 2018 года. Какая там машина, что-то у Андрея маленькая, матушка. Зачем она едет? Он ее таскает туда-сюда, батюшка. Я настаивать буду, чтобы он ее не брал. Он готов даже их разбить, лишь бы только она ехала. До того мне это не нравится, вот это вот. Осадил ее и все, ты муж, поставь ее на место. Не зачем мне ехать. Вот у нас с братом, с родными, с этим никак нет. Он вздумал на Держу Васильеву, пенсию получил. Сказал, нет, все, заглохло, нет, сидит. Обойдется. Такое важное дело, едут дети на похороны матери и эту тащат. А зачем она нужна? Куда-то там надо ее. А то с этого начать надо помолиться, чтобы вошли в машину. У вас три ведерка, но остальные там у вас вещи и собачка. Они начали о собаке говорить, там некуда-то, другое. Вроде собаку кому-то. Хоть выброси ее, либо матушку взять. Вот это мне прям, вот так вот. Ты хозяин, мужчина, отруби и конец. Нигде не подсовывайся. Свободная машина, тогда поедешь. Торгашистом связано. Это наказ тебе. Быть мужиком настоящим. Вы видите, важное дело. Вы сделали такое поехать. Я показывал вам какие другие варианты. Правильно, все. Не отвлекайся. Никаких движений не делай. Так, беги, гуляй. А ты будешь отвлекаться на меня. Беги, беги. Тебя любят все. Ступай. Ваша жизнь приобретает однобойкий характер. Без матери. Мать работала на птицеферме. Зарабатывала. Что-то приносила. Что-то льготное. Там как было. Ее не будет. А отец не член нашей общины. Он ушел. А почему ушел? Потому что все время в коридоре приходилось стоять за пьянкой. Натуральная пьянка. И тут ничего не сделаешь. Дело в том, что матери нет. Власти это сразу знают, как хоронить документы и все. А отец пьяный. Сразу поставят вопрос, у вас где-то дома. И вот тогда ваша лавочка-то кончится. Что хочу, то ворачиваю. Там не будет. Там на тебе наворачивать начнут. Там будут и бить, и что угодно. И не дай бог туда попасть. Там и насилуют, и ужасно. Это осветцы, которые были. Я встречался с ними. Я беседовал, я записи делал. Это страшное дело. Ни под каким видом в руки не давать. Сразу бежать. Заранее заготовьте себе там какой-то маршрут. В первую очередь открыта у нас в общину ко мне. Я вас с вами сразу возьму. Дальше будет видно. События как будут разворачиваться. Все варианты не переберешь. Но все связано сейчас с отцом. Он пить не бросит. Нет, он... Ему уже сколько это было. Он срывается и опять катится. И оправдывает себя. Оправдывает. То есть наглость. Без стыдства. Безжалость к детям. То есть все качества... Начни пить. Все сатана в него втолкает. Без уголовных кодекс. Чужие дядьки приходят. Пьяные ночуют. Дети рядом, девочки. Это вообще безумие полное. Безумие. Его судить надо за это дело. Никакой пощады ему, чтобы не было. Или полностью откажется от детей, чтобы дети где-то могли жить. А у нас есть здесь жить. Игорь Дубнов возьмет вас. Но это зависит от вас. Ваше мнение будет. Будете держаться за отца, значит, за пьяного. Туда вам и дорога. Баба говорит, с возу коню легче. Мы вам все сказали, были, вы видели. Один из вариантов, это вам сюда двоих потеряем. Вот здесь школа, вас примут у барабашей, или где жить тут. Вопрос решенный. Имейте это в виду. Сюда он не наездится. А будет вопрос стоять о решении его родительских прав. И он к вам не будет. Если будет листья, его посадят сразу. В выбору нет никакого, никакой жалости. Он никого не жалеет. Почему бы даже, как Иоанн, митрополит, говорил, что говорит, Светляции не показали пощады, и от нас ее не будет. Это каноны, эпидемия где. Он все потерял. Как только закурались, минуты не оставайтесь. Сразу бегите к друзьям. Вы в общине. И поэтому у вас мощная охрана. Люди, которые вы смотрели, там, беги, мальчик, беги, и там, мальчик в пижаме, они в стесненных обстоятельствах их преследуют. Вас никто не преследует. Обстоятельства только. Но при пьяном отце, когда двери не запираются, приходят там гуляют мужики, это смерть. Ты понимаешь это или нет? И до тебя доходит это? Да. Никакой пощады вам не будет там дома. Никакой. Он придет не один мужик, а несколько. Вас сомнут, как козявок. Придется все время обращаться за помощью к властям. Власть для этого и поставлена. А за вас власти сразу. Поэтому в данном случае нигде не обращаться. Нигде. У вас друзей много. А власти там чего они? Сумно, пошел спать начальник любой. Где ты там будешь? Какая у тебя обцеловка? Там ни молитвы, ничего не будет. Ни постов, ни дружбы, ничего нету. Поэтому, держись Господа Бога Иисуса Христа, молитесь. Вместе четверо молитесь. Как молились? Утреннее вещание молитвы здесь. Молитва не будет, ничего у вас не будет. Все время себе повторяю. Знамя Христос. И тот, кто у нас, больше того, кто в мире. То есть сатанинское это. Мир и все остальное, что есть. По мелочи вам говорите. Что вы говорите? Я уже все вам рассказал. Никого в дом не водите. Никому не заходите. Это тоже смертельно опасно. Не просто, а просто смертельно. Ты зайдешь, тебя не будет. Как этих арестовали. Кто заходили там, как-то заманывали. Девочек всех резали. Мясо продавали, в холодильнике набитые. Таких там, когда допрашивали, их там у преследователя рвало. Девчонку-то это убили. Это там пятилетняя. Еще в ней нет. Как нет? А сзади срезали мясо. Только что одну сзади срезали. Сукотин или как-то фамилия. На даче. А кости все это где-то зарывали. Нигде не заходить никому. Ни в какие машины, ни в какой транспорт не садиться. Я в начале детского лагеря 45 лет. Это правило написано было мною. И оно спасло всем жизнь. Кто предлагает прокатиться там или что-то, были, корченские, они сразу бегом бегут. Спички лежат, не прикасаться. Сразу старшему сказать. Нас спасло от пожара, от всего. Чем строже правило, тем больше возможностей спасти человека. Вот так. На вахте, которая стояла в Риме была, заснул смертную казнь. Ту же ему. Поэтому береги свою душу. На страже своей души стой. С отцом все переговорено. Ему говорить абсолютно бесполезно. Как, говорит, от стенку горох. Тут же был, тут же говорим. Его тоже говорит. Еще нет. Ну, вроде маящик нет. И наутро опять та же беда. Если бы отец был нормальный, я не говорю тому, глухонемой, это непоправимо. А именно не пьяница. Тогда было бы он пьяница, законченная уже пьяница. И уже болеет жена, уже при смерти, и все равно пьет. Так что, свое участь определяйте. Между собой соберите щитерон. Обсудите. Богослужение воскресное. Особенно, когда батюшка здесь. Приходите. Приезжайте. Я не знаю, как у вас там с билетами. Какая-то льгота будет или что-то. Это надо узнать. Узнать. На билетах вам всегда деньги. Господь пошлет. Посмотрим. Я вам говорил. Продукты все проверить. Ты не маленький. Просто иначе скажи. Проверить до самого последнего угла. Мы даем, где больше их кормить. А что у вас это как попало, это судить не надо. Валяется. Брошено. Чтоб нигде грязь не разводили. Сейчас чистирайте. Живите в чистоте. Вас этому сильно-то не учили. Но сами. И старые вещи все чините. Я вот пришел еще раз. Сколько? Еще вещи нам усил. Порхомичку починить. Все такое мнение. Все. Вот новая заплата. Положил опять. И хожу. Никакой нет. Все. Тело все ближе. А тут как-то постирала. Долина. Зырка опять. Сегодня прикинули материал. Ожирение людей. Сколько ожиревших. Алтайский край занимает первенство по ожирению. Вот и рекордсмен. Ну и в самом деле. Я никогда не думал, что у нас вообще не будет с такими вот. Лишний вес сгонять с себя, чтобы нормальное было лицо. А не какая-то шайба. Я материал сегодня его события. Я это показал. Малина, что у вас есть, распределите. Сахар спрячьте. Где, как, накажите отцу. Прямо расскажите, на бумаге напишите. Что если сахар, сказали, возьмешь на свои там эти бражные дела, больше помогать не буду. Меня вы лишились. А от меня главные продукты были. Не потому что мое, а я сэкономил где-то там. И поэтому для вас всегда в первую очередь было. Этого не будет. А как? Да меня не касается. На пьянь готовить не буду. Зачем? Я перед людьми, перед Богом ответственен. Понимаешь? Да. Я для вас это стараюсь. Вы поставьте отца, чтобы он понимал это. Иначе скажи, мы уйдем из дома. Он замущится бегать за вами. Будешь бегать за нами, мы в милицию обратимся. Не бойтесь ему сказать. Будут разбираться органы с этим. Никуда не годится. Один отец, и тот пьяный. Зачем ему дети? Ему дети не хотят, он пропил их. Хотя этот вопрос, просто с отцом, более даже насыщен еще другие. Малину, что собрали, сразу распределите по частям. Когда придете, все это подмойте, уберите, чисто, чтобы было. И начинайте варить. Варить знаете, как варенье? Да. Один к одному по весу. Я вам дал сахар, вам по-за глазах хватит. Притом варить это сразу, сегодня же. Как вернулись, это все. Это ягоды. Мы держали в холодильнике тут, сколько могли, и продержали. Ведра сразу вернуть. В машину поставить. Не просто возьми, а зайди, машина там стоит Андреева, и сразу к нему машину. Там батюшка, я им накажу еще. Вот это небрежение, когда наказываешь. А потом когда-то. Никогда, потом сейчас сделать сразу. Дальше мы посылаем аппарат Андрея с Андреевым. Вы за это держите, чтобы увидеть, что Сергей приедет ему дальше, чтобы он заснял. А потом вернул сразу аппарат сюда. Дальше мы посылаем два ведра своих. Там будет Татьяна Кузьминиша, Апустина. А в другое ведро у меня к нему привязан диск. Там написано, кому отправить. Сергею, Павлу еще. Сейчас же отвезите. Сейчас же, потеряй, кто не ездит, пока он не отвезет, куда написано. И там возьмет диск, что нужно. То, что записано, это идет туда. Ну, это недели через две только выйдет. Вы не забудьте, что я вам наказываю. Я наказываю всем. Мне Адринец сказал. Это такая беспечность. Это даже никак. Смертная тень. Ну, ты не думай. А я думал, она скажет. Ты мне не думай, она сама по себе скажет. А ты не думай, что он пошел, вроде сказал. Я думала. Думать не надо. Лично ты подойди и скажи. Говорит, Андрей, свозите куда-то. Сергей там. Вы едете домой. А Сергей туда, чтобы отвез. Отвез ведро сразу. Он думает, приехать. И аппарат. Чтобы он все снимал. Ты видишь, не снимай. Подойди рядом и скажи. Мне наказали, и ты тоже, чтобы все снимал. Все. Мы тут разберемся, что нужно. Если там неважно, дорогой везут. Это другой вопрос. А там, кто будет говорить слово. Там будут молиться. Прощание, когда будет с матерью Анастасией. Чтобы все было заснято. Мы тут сами. Так. Собачка вам нужна или не нужна, я не знаю. Если так, вот как я понимаю, она нужна. Но надо учить ее, чтобы она злобная была и охраняла. Она только прыгает играть. На вас похожая. Вы очень сильно похожи. Собака принимает характер. У меня собаки были. Мне казалось, что они печальные. Но мне говорили, что у вас собаки прямо на вас похожи. Какие-то печальные такие. Ну, может быть, так и было. Так. Учите. Школа. Все вам знает. Знаете где. Какое время, как, я не знаю. Я бы думаю так. Отец бы везде вас за руку водил буквально. Он сильный, защита. А так, какая защита совмаляется будет. Так, ко мне вопросы какие? Вопросы. Что не ясно? Что-то надо. Я не могу вам половину царства отдать. Ну, вот вы жили, питались, ели, пили. Какие-то претензии, недовольства есть? Нет. У тебя? Нет. Нет. Может, ты боишься сказать? Нет. Мы говорим на равных сразу. Я вас, конечно, старался оберегать от всего дурного. Ну, и, ты сам знаешь, когда мы тут спать бой. Там вчера ходили. Деньги отдали вам? Да. Все? Молоко все отдали? Да. Все. С собой что-то есть? Какие-то бутылки? Молоко-то. Если отдали, вы его и заберите. Мы его положили в холодильник. Мы его в холодильник положили. Не пойму. Мы его в холодильник положили. Ну, вытащить в холодильник. Скажи, что вытащили. Я сказал. Что они в холодильнике-то будут? Ну, туда надо, на отмостку, где машина подъедет. Так. Садежи у вас хватает всего. Потому что нам где-то подкидывают. Одна бутылка? Да. Так, где-то поставь, туда внести. Отдай его туда внести. Тимоша, проснись. Возьми бутылку, пойди, иди, где вещи стоят. Вещи стоят вот здесь вот под окном. С той стороны. Иди сюда. На улице, на улице. Вот бутылку возьми. Не сунь аппарат. Не стукни. Отдайся туда, поставь. За дом доверяем, там вещи стоят туда поставь. Собой еще надо там нашу возьму. Давайте я вам больше ничего не могу. Что мог, я все отдал. Ничего нет. Так, дядя Володя, у тебя какие слова? Что-то им есть сказать? Нет, мы все сказали. Ну все. Главное, это молитва, Слово Божие. Библию, читайте каждый день Евангелие. У вас Слово Божие, полно всяких книг. Ну и припоминайте, что есть. Выходите на наши ресурсы, на нас смотрите. Большая вам будет польза. Вы сами себя еще увидите. И вот этот ролик будет стоять. Наказы. Еще раз записываю, о чем говорили. Вставайте рано. На семье не лежите. Во сколько рано, сами решите. Вот у нас, если дети, кто бывает, иногда там гликерия, все в 4.40. К этой дате стремитесь. В случае чего, где можно подпадать. У них-то мать-то в 5 часов приучила встала. Как? Ну прекрасно тогда. А потом 4.40 впереди, на 20 минут раньше. Вот так. Какая там учеба будет. Это потом на месте мы постараемся разобрать. Что где не так, к Виктору Андреевичу. Телефоны, чтобы у вас были, позвонить. Стационара-то у вас нет, только мобильная, да? Ну, мобильная-то сколько звонишь, сколько получишь. У меня все. Дело покажут. Главное сейчас вас благополучно провести. Платье одевай, чтобы намного ниже было. Ноги голые не оставляй. Грудь никогда не открывай. Не смотри на этот мир, не подражай. У тебя поглотит. В этом вопросе учиться у мусульман. Как они надевают платки и все это. Никогда без платка не будет, нигде не появляйся. И в школе этого добейся. Чтобы платок был всегда на голове, потому что это молитва. Все тогда. Говори, чтобы завтрак был. Снимай. Ну, сейчас. Все, я заканчиваю? Да. Да. Все, я заканчиваю.